Древний Крит Новгород, война 12-го года К каждому пласту истории посвящены несколько книг Сначала энциклопедическое изложение материала Потом какое-либо художественное изложение материала Ну а закрепить все дети смогут в рабочих тетрадках, в блокнотах и так далее Это слово такое, я сказал, страшное, рабочие тетрадки На самом деле они совсем не рабочие, а очень даже игровые Я понимаю, что детям больше всего будет нравиться художественный текст Но из этого художественного текста можно почерпнуть очень многое И если энциклопедия представляет собой текст последовательный Где-то очень даже научный То художественное повествование, естественно же, более близко детям И позволяет им узнать об эпохе глазами не ученого, а обычного жителя эпохи Так о войне 1812 года мы узнаем из книги «Русская пленница французского кота» То есть эпоха описана глазами, сами понимаете, мышки, кота и детей, которые живут в этом веке Но так или иначе мы узнаем, чем питались, какие события проходили, что одевали, что учили в эту эпоху И как жили дети во время войны 1812 года Закрепить свои знания после прочтения энциклопедии и книги можно вот в таком блокноте Который называется «Письма из 1812 года» Здесь мы с вами увидим различные лабиринты Задания, кроссворды, ребусы, загадки А где-то, может быть, даже нам придется использовать с вами различные наклейки Чтобы выполнить задания в этой книге Естественно, с таким материалом знания у нас не только запомнятся, но и явно приумножатся Потому что, прочитав только художественную книгу, этот блокнот заполнить будет нельзя Обязательно надо будет прочитать дополнительные главы из энциклопедии Понравится ли такой подход к истории нашим юным читателям, мы узнаем прямо сейчас Я прочитал книгу «Русская пленница французского кота» Она о том, как русские дети хотели спасти Россию от Наполеона и его людей Они подружились мышкой Что еще, когда она почистила луковицу и кинула в суп для Наполеона А ее брат добавил туда корицы Мыши даже перегрызли веревки, которые могли взорвать наш Кремль русский Наполеон – это самый жестокий человек в России Ой, в Париже Его страшнее только был Тимучин Но сейчас как бы Париж дружит с Россией Наполеона нету больше и все хорошо как-то Войн, ну так чуть-чуть бывает там Мне показалось сложным то, что очень трудно читать их французские имена Что вот как-то вот прям выговорить Симон Ну вот это русское, конечно, как-то там по-русскому Симон – это легче А вот такие там повара, месье, всякие вот такие Мне было трудно говорить Да, мне вот она очень понравилась Я даже хотел, говорил Мам, а давай купим вторую часть Она говорила, ну уж нет Мам, а давай купим вторую часть Мам, а давай купим вторую часть Мам, а давай купим вторую часть